Друзья, всем привет! Конец весны в саду, начало преддверия лета, и наш южный экзотический сад начинает благоухать, цвести, начинают цвести некоторые экзоты, это очень красиво. И, конечно же, сейчас цветут в саду розы. Розы создают вот этот объем цветущий, это, конечно, так красиво. Вот, к сожалению, прошли дожди вчера, у нас такие ливневые были, и вот они, видите, все мокрые, немножко паникли, но как же это красиво! Поэтому я вас приглашаю сегодня на большущую обзорную экскурсию моего сада, покажу вам, как расцветают экзоты, как все сейчас красиво. Пойдемте гулять! Роз в саду у меня немного, но есть все-таки розы, конечно, и есть у меня фавориты. Одна из них это роза Цезар, очень красивая в этом году, она очень рясно, так обильно цветет, но вчера у нас был просто ураган с ливнем, с дождем, розы всегда поникают, конечно, тяжесть. Ветка была вся наверху, сейчас вот такое вот зрелище, но все равно видно, насколько много цветов. Роза Цезар очень похожа по своей окраске на сорт Пьер де Рансар, но у нее по-другому цветок, расположение лепестков другое. Очень, конечно, красивая роза, и когда розы цветут, они создают в саду такой красивый объем, такой цветущий. Многие, конечно, есть еще ароматные сорта, тоже наполняются сад ароматом, и это очень красиво. Друзья, по моим самым, наверное, любимым экзотам, вот мое, наверное, тотемное самое любимое растение, это вечно зеленые магнолии, я их просто обожаю. Вот сейчас перед вами магнолия сорт Little Jam, она выгнала два бутона. Эти магнолии цветут до сентября, иногда, если очень теплая осень, даже в октябре могут цвести. Бутон уже налился, обычно с конца мая, начало июня начинается цветение этих магнолий. Друзья, смотрите, есть на кусте желтые листья, кто выращивает, особенно первый год, пожалуйста, не пугайтесь, это абсолютная норма у этих летний, весенний листопад. Сейчас она трехлетние листья сбросит и начинает вегетировать, вот появляются молодые листики, очень красивые. Все магнолии грандифлора цветут белыми цветами, мне иногда приходят вопросы, каким цветом будет цвести эта магнолия, она будет цвести белым, очень красивый цветок, очень ароматный, пчелы его любят ужасно. Эти магнолии кислотники, они любят богатую кислую почву, обязательно нужно амульчировать. Я приспособилась сейчас, покупаю еще грунт для азалии, он очень кислый такой, и я вечно зеленые магнолии мульчирую вот этим грунтом, прямо пакет рассыпаю. И сверху можно корой, опилками, там чем-то мульчей какой-то, даже травой покошенной, вполне возможно. И вот им будет и органика оттуда идти, и идти питание, и подкисление. Еще удобряю их удобрениями для вересковых, для гортензий, подкисляю этими удобрениями, и им обязательно нужно дать сейчас азот, простимулировать рост, дать весеннее удобрение, которое калий будет давать им, цветение. То есть они вот любят такой вот, прям покушать любят хорошо, чтобы дальше расти, развиваться и обязательно цвести. Друзья, здесь же в этой зоне, хочу вам показать, вот мы наблюдаем развитие, да, экзотов, как они развиваются, цветут. Это падопарегата на штамбе, штамп у него небольшой, 40 сантиметров, вот он цвел и очень активно завязывает ягодку. Вот смотрите, ягодка у него вот такого цвета интересного, потом она будет зимой стоять ярко-красная, это тоже очень красиво. Здесь нандина, видите, розовая, и вот из семян вышла на перстянка. Когда-то они у меня росли давно, потом пропали, и вот спустя сколько лет одна вышла откуда-то. Здесь еще в этой зоне растет падуб булата, и он сейчас цветет, я его весной только посадила. Очень интересное растение, можно заменить самшит, но по мне даже интереснее смотрится. То есть вот такие вот цветочки мелкие, будем наблюдать за ним, завяжет ли он ягодку, и как это вообще будет дальше смотреться. Но так очень интересно. Подсадила в эту зону гехеры, чтобы добавить такой, немножечко оттенить эту клумбу, добавить розовые такие оттенки. Очень красиво смотрится. Клен здесь продолжает, вот он уже сейчас остановился в росте, но прирост очень хороший у него, такие богатые. Это маньоно сато, красиво так разветвляется. Он растет в контейнере, но тут хороший, богатый грунт, осмокот, в общем он тут жирует. Друзья, хочу еще вам показать, вот варигатная камелия у меня, этот листик мне не нравится, чуть-чуть. Видите, как он накрасился красиво, более солнечное место ему дала, но есть легкие подгорания. Тут же моментально у нас уже очень жаркие были денечки, вот он немножечко подгорел. Я его передвинула, это Dazzling Pink сорт, растет тоже в контейнере. Ну вот думаю, не знаю, то ли пересажу камелии, все-таки все в одну зону, в грунт. Ну будем наблюдать дальше. Друзья, пойдемте еще покажу вам, как сейчас смена цветений на моих перголочках. Вот раньше, помните, как тут шикарно цвела глициния? Она просто тут феерично была вся оплетена. Глициния сейчас отцвела, и вот буквально только отцветает глициния, и там, наверное, недели не проходит, и начинает здесь цвести у меня розовая жимолость. Смотрится декоративно и очень ароматно, очень. Мне нравится, я не знаю, к сожалению, сорт, потому что взяла просто веточку у знакомых, укоренила ее. Но она, во-первых, ароматная, а во-вторых, она так не сбрасывает сильно лист, как желтая каприфоль, которая очень неопрятно выглядит снизу. Вот сейчас такое ажурное, воздушное цветение. Причем с двух сторон и сверху. И все это смотрится очень оригинально. Потом на смену начнет цвести клематис принцесса Диана. Вот он уже выгнал бутоны. Будут такие ярко-розовые колокольчики, будет обильно цвести. В общем, такое вот получается, как непрерывное цветение на этой перголочке. Это очень красиво. Трахикарпус выпустил, и когда показывала вам последний раз, выпускал новые ваи. Вот смотрите, как красиво раскрылись такие сочные зелененькие листья. Продолжает гнать еще два новых листа. Вот эти нижние уже, наверное, в этом году обрежу. Вот они уже такие старенькие листики. Друзья, хебби начинает цвести, выгоняет бутончики. Не зимует. Вот я не пробовала, не рискнула. Кто пробовал, не перезимовала у них. Это хебби. Вот будет цвести. У меня зимует в теплице. Теплица с подогревом. И, конечно, ну просто не знаю, как вам не показать. Такое вообще обалденное зрелище. Цветет лимон. Лимон Мейера. Вот сколько много на нем цветов. Запах аромат этого лимона я вам передать не могу. Настолько душистый получилось, что в этой зоне цветет жимолость, цветет лимон. Настолько воздух благоухает. Очень красиво. Я надеюсь, что в этом году он завяжет лимоны. В прошлом году лимончики завязались. Было много. Но он стоял на полном солнце. Из-за того, что он в горшке, я думаю, он просто не выдержал. Он сбросил все. Я в этом году поставила его в тенек, в полутень. Потому что, знаете, вот все-таки специфика юга. Когда солнцелюбивые растения варятся просто на вот этом кубанском раскаленном солнце, когда плюс 42-45 показывает градусник в тени, а на солнце, наверное, одному богу известно, сколько градусов. Поэтому, конечно, специфика выращивания немножечко другая. Друзья, очень красиво выгнала молодые приросты сарко-кока. Смотрите, какая красавица. Очень красиво. В прошлом году у меня ее хорошо гусеница обожрала. Поэтому в этом году я держу руку на пульсе. Уже делала, наверное, 4 или 5 обработок в саду. Потому что не успеваешь моргнуть, как какой-то новый вредитель обязательно появляется. Друзья, еще очень красиво сейчас, очень красиво смотрятся нандины. Это сорт гольфстрим. Вот, знаете, называют нандину еще золотой бамбук. Вот не напрасно. Ой, какая она красивая, пышная. У меня был вопрос, я отвечу вам сейчас в видео, по выращиванию нандины. Нандина у меня в саду прекрасно себя чувствует. И в полутени, и на солнце, и в тени. Вот этот вот куст, здесь такая полутень. Что могу сказать? Очень любит полив. Невероятно. Вот всегда должна быть влажненькая такая земля в корнях. Поэтому можно хорошо мульчировать, и она будет прекрасно себя чувствовать. Нандины не любят пересыхание. Если вы ее засушите, то она, конечно же, не отблагодарит вас. Она или засохнет, или будет такая чахлая. Поэтому обязательно нужно соблюдать вот этот вот режим. Друзья, еще хочу вам показать. Вот с этой стороны перголы у меня растет падок Нелли Стивенс. Который в прошлом году почему-то сбросил все ягодки. И я расстроилась, и мы даже там разговаривали в комментариях, как он завязывает, нужен ли ему перекрестный опылитель. Вот посмотрите, в этом году. Это невероятнейший урожай ягодок. У меня специально расположен этот падок Нелли Стивенс. Вот с этой стороны перголы. Потому что когда зима наступает, и мне хочется, чтобы вот эта партерная зона была красивой. И представляете, какой контраст? Такой плотный зеленый цвет листа и такой массив ядерно-красных таких горящих ягод. Это очень красиво. Я вот приверженец таких вот, подбора таких растений, чтобы к Новому году не надо было там изобретать какую-то мишеру или еще что-то люблю украшать растениями. Что касается еще вечно зеленых магнолий. Я собираю коллекцию сортов. Они для меня все отличаются. Ну вот, люблю эти растения. Посмотрите на сорт Ферруджина. Очень интересный сорт. Крупный лист, как у Фикуса крупный. Вот у нее пошли молодые приросты. Смотрите, сразу молодой лист дает, какой размер. Цвет еще не набрался такой нежный. Сразу раскущается на сколько веток. И обратите внимание, вот смотрите, какого цвета молодые приросты. Прямо такие красноватые. Красиво. Потом наберет цвет, конечно, будет зеленый. Но вот молодые очень красивые. Очень хорошо они отзываются на стрижку. Поэтому, если хотите набить свои магнолии и сделать их такими плотными, их нужно прищипывать. Вот даже если жертвовать ростом, можно вот сломливать молодой прирост. И будут тут же, вот они в пазухах, идут боковые почки. То есть, она начнет загущаться. Обычно это еще делают после первой волны цветения. Когда выгоняет бутоны, после делается какая-то прищипка обрезка. И они очень-очень активно тогда густятся. И получается красиво. Почему нравится мне эта идея? Во-первых, у нас зимой бывают снега, такие, которые ломают все. А дерево более плотное, ствол толстый, а ветки короткие вокруг. Плюс декоративность, когда оно такое плотно набитое, такое увешанное этими крупными цветами, тоже очень красиво. Ну, во всех вариантах это полезное занятие. А вот это перед вами магнолия грандифлора галионензис нано. Она просто раньше всех, активнее всех обрастает. И у нее, вот даже сейчас сравнивать с остальными сортами, у нее самый такой пушистый получился, самый красивый прирост. И раньше всех. Хотя растет эта магнолия в полной такой, в полутени. Прямое солнце часа два в день она получает. То есть она растет под открытым небом, солнечный свет она видит. Но она не видит прямо палящее солнце. И лист у нее, конечно, очень хорошо на это сейчас отзывается. Ну, будем за ней дальше наблюдать, как она будет расти. Вот мне интересно, она среди моих магнолий больше всех затенена. Переходим в наш теневой садик. И здесь будем наблюдать за волчелистником. Вот уже я сейчас покажу вам ладошку, какой размер листа. Вот молодой лист, молодой прирост его этого года. Весной только посадила волчелистник, дафнофилум. Вот он, видите, какой красавчик. И вот у него очень много тоже боковых почек в междоузлях. То есть он, по идее, должен начинать уже в какой-то период времени начинать ветвление. Пока наблюдаем. И обязательно хочу показать фацию спайдер веб. Это фация японская, спайдер веб, паутина паука. Посмотрите, окрас какой яркий, белоснежные листья. Очень красивая фация. Растет в полной тени у нас на юге. Хорошо закрытое от ветра место. Был у меня комментарий, это комнатные фации или какие-то другие. Ну, часто, да, это растение выращивается как комнатное. Но у нас вот в нашей зоне 6b7a фация в закрытом от ветра месте, во влажном месте. Хорошо зимует. Но перезимовала на ура. И вот показываю вам для сравнения, как она нарастает. Это фация японика, просто зеленая фация. У нее настолько огромный лист. Друзья, я ее не кормила, ничем не подкармливала, не перекармливала. Она просто растет здесь рядом у нас слив. И ей хорошо достается воды. Зона теневая закрытая. И вот такое вот барство происходит. Ей прямо очень это нравится. Ребята, и, конечно, сейчас хорошее время для формирования обрезки. Уже поддерживающие обрезки ухода за садом. Вот здесь у меня растет глициния, которая очень красиво цвела в этом году. И вот смотрите, что она делает. Она даже отогнула у нас здесь металлическую вот опору, которую мы для нее делали. Поэтому я в этом ролике вам покажу вообще, как я это все убираю. Как я ухаживаю за своими перголами. Как я поддерживаю эту форму. И как именно режу. Это кому-то обязательно тоже пригодится. Не бойтесь резать, резать и резать. Друзья, малоуходного сада, вот честно вам сказать, не бывает. Вот, ну только если у вас работает садовник и полная автоматика. Ну, может быть в таком случае, да. Если мы выращиваем сад своими руками, то это обязательно уход. Это обработки, это обрезки. Это регулярные обрезки. Поддерживающие форму, формирующие. Это рыхление, полив, мульчирование. В общем, это любовь, забота и, конечно же, наши ручки. Пойдемте в сад. Покажу вам, как сейчас выглядит основной мой сад, который расположен на солнце. Здесь у меня растет магнолия грандифлора сорт пурпан. Она растет у меня на самом вот солнечном, самом таком продуваемом месте. Вот эти листики были молодыми. И они вот все равно зиму перенесли, но легкие такие повреждения были. Но это можно сказать прекрасно. Вот тоже раскущается молодой прирост. У пурпан такой узкий листик, немножко волнистый. Очень крепкий, стабильный сорт. Тоже для нашего климата великолепный. Здесь растет барбарис юлиан. Юлиан. Вот я его уже тоже частично подрезала. Я его буду шаром формировать, не буду давать ему сильно разрастаться. Он у меня тут хорошую функцию выполняет. Он полностью отсек моим собакам проход-пролаз под магнолий. И хочу вам показать, вот здесь в этой зоне у меня здесь рассадник осок, который я тут с семенами, видно, они повсходили. Я их тут все посадила. И вот уже как взошли и пошли болотные гибискусы. Значит, скоро где-то в июне начнется вот это цветение. Просто праздник, когда эти гибискусы цветут. Вот здесь в горшочке растет у меня гордыня. Вот оно. Не цветет, но и не померла. Еще и молодые приросты дает. В общем, ничего так. Ирисы уже доцветают. Вот этот тоже какой красивый ирис. Он действительно светился на солнце. Вот такой как янтарный. Красивый. Мне нравятся простые. Пахнут, без ухода растут. Великолепно. Ребята, сожрали весь буквально за пару дней пион мне древовидный. Вот видите, уже синие гранулы. Я уже гроза-3 насыпала. Я, конечно, люблю этот мир, но что касается моего сада, гуманизм пропадает моментально. В общем, с вредителями приходится постоянно держать руку на пульсе. Уже просыпала, уже слизни улитки обжирающие. Начинает, кстати, цвести бересклет японский сорт Браво. Такие у него горошки маленькие. Очень красивый бересклет. У него, видите, такой более колоновидный рост. У него прижимаются веточки. Красивый. Можно формировать. Видела такие шикарные бонсай из этого бересклета. Красивый. Здесь обрезанная пополам берючина аурея, чтобы выглядело это все опрятно. Вот резать и резать. А сзади начала цвести жимолость каприфоль. Она, конечно, самая, наверное, ароматная из всех вариантов жимолости. И я обязательно вот этот один куст оставлю. Буду коротко резать, потому что ее аромата хватает на весь сад. Сосна ола начинает распускать приросты. Здесь гортензия. Хочу обратить внимание, я в этом году под эту гортензию больше всего вот килоидной серы насыпала, зарыхлила. И у нее хлороза нет. Поэтому хороший вариант осенью. Прямо так по-богатому этой серы туда подрыхлить. Здесь, друзья, микромир. Вот доцветает вигела. Карликовая. Видите, красиво цвела. Да, но уже сколько сброшенных цветков, потому что дождем сбила по полной программе тут. Спасибо, что у нас без града. А здесь карликовые... А, ну да, сорняк. Здесь карликовые лилии бурдюрные такие. Здесь лиатрис поднимается, будет свести. Отцвел мак. Хризантема начинает формировать бутон. Здесь же в этой зоне у меня фаргизия. Видите, варигатная нарастает уже кустик такой неплохой. Тоже контролирую, чтобы всегда была более влажная. Олива в горшочке. Ну и микромир, конечно, начала цвести Вероника сизая. Она дает нам такую вот тоже воздушность. И чернушка дамасская. Смотрите, вот это вот цветок. Такой какой-то он космический, красивый. Во-первых, он синего цвета. У нас же не так много синих цветов для сада. А чернушка дамасская, она прямо очень красивый цвет. И она такая беспроблемная. Ее стоит один раз только в саду посадить. Дальше она сеется. Я ее специально срываю уже по спевшей коробочке. Начинаю вот так по саду растряхивать ее. И она везде у меня всходит. Здесь лихнис корончатый. Вот он будет свести. А вот этот такой интересный лист. Так, по-моему, это гелениум. Надо посмотреть. Я подзабыла. Но, по-моему, гелениум называется. Смотрите, какая копна. Пенисетум. Вот пенисетум мне нравится. Он дает нам вот этот сток красивый. Я когда группу формировала вот так вот, мне хотелось сюда добавить какую-то такую зеленую кочку красивую. И пенисет, он с этим очень хорошо справляется. Во-первых, он быстро нарастает. Он долго стоит. Вот я его в зиму оставляю. Он тут согревает вот своей вот этой массой корни. И зарапортовалась, как ты называешь, кипарису аризонскому. В общем, и ветер он задерживает. Хорошо смотрится в этой зоне. Кипарис аризонский тоже, конечно, такой массив. Такого голубого цвета, красивого. Такой он ароматный. Вот сейчас даже пахнет, трогаешь его. Такой хвойный аромат. Наверное, самый ароматный из хвойных в моем саду это кипарис аризонский. Ну и хочу, конечно, вам показать, как цветет сейчас скумпия. Вот она сейчас именно цветет. Цветок невзрачный, очень мелкий. Вот он настолько малюсенький, этот цветочек. То есть сам по себе никакой. А вся вот эта красота, это вот после того, как цветочек отцветает, образуются вот эти вот облака, почему называется еще воздушное дерево, париковое дерево. Вот такой будет объем вот этих вот просто ваты вот этой красивой. С наличием еще такого невероятно красивого листа, это вообще бомба. Растение, которое любит солнце и не любит лишний полив, ей он не нужен. В общем, растет беспроблемно за счет того, что у нее вот эти масла, ее вредители не едят. Я ни разу на ней гусениц никаких, никого не видела, не тли. Пару раз вот гребить, она начинала что-то, может быть, влажность сильно высокая. Но в целом вполне нормально. И вот здесь у нас скумпия Янкледи, зеленая скумпия, которую я жестко обрезала. После цветения вот эти веточки, они часто отмирают и так некрасиво становятся, ее можно нещадно так обрезать, и она будет от этого еще лучше выглядеть. А за ней просто огромнейший массив из чернушки дамасской. Я туда редко долазила, она там, видимо, возлюбила это место и хорошо так сама насеялась, сама подцвела. Внизу трава, только вырвала траву, и новая трава уже выросла моментально. Вот так красиво смотрится весь в молодых приростах. Мой тут садовый друг, это висельсагуара, кипарисовик. Юка. Юка Брайтстар пошла в рост. Вот она выдвинула уже свечку. Вот такие яркие листики. Здесь растет еще мискантус дибринус. Он, кстати, не быстро, медленно нарастает. Но, знаете, по моим наблюдениям, вот эти вот карликовые мискантусы, у них ярче всего проявляется вот эта окраска. Потому что сам по себе небольшой, часто расположена. На больших потом покажу реже. Тоже красиво в целом. Но этот смотрится ярче. Здесь еще одна нандина. Маленький бересклетик малышек, такой красавчик. К сожалению, купила миксом, не знаю, сорт. Лиатрисы. Лиатрисы дадут потом красивые такие свечечки. Лилия будет свистеть. Лилии везде в саду выгнали уже бутоны. То есть уже скоро-скоро будет цветение. Здесь в этой зоне эхинацея. Он, батерфляй. Она невысокая, розовая, очень обильно цветущая. Вот уже видно будет столько бутонов. Такое яркое цветение. Здесь корделина. Корделина не зимует. Кадочная. Я ее еще не пересадила, пересажу. Смотрите, стартанул уже просто. Стартанул по-другому не скажешь. Наш нутканец. Я его вчера прищипывала. Вот так вот прищипываю. Так, беру ему прямо краешки. Прищипываю. У него тогда более густые, пышные такие получаются. Вот эти вот веточки, не спадающие. Красивый кипарисовик. Здесь внизу растет плющ, который я посадила, чтобы он мне тут все мульчировал, чтобы он хорошо расплелся. И он тогда сохраняет влажность в почве. Хорошо перезимовал. И вот сейчас молодой прирост. У него очень яркий, красивый. Друзья, здесь кедр. Кедр у нас здесь атласки, глаукопендула. Он сейчас красиво уже выпустил прирост. И вот уже пошли у него вниз веточки нарастать. Я поставила сюда фонарик. Наложила еще камушков. И в целом, теперь мне нравится эта зона. Вот он так подчеркивает. Получается такой колористический контраст. Зеленый кипарисовик. Такой светло-голубой кедр. Зимой будет желтая сосна. А вот сзади, на заднем плане, араукария чилийская, которая пошла активно в рост. Видите, у нее уже какие молодые приросты, пошли свечечки прямо такие хорошенькие. Вон ящерицы тут. Камушков много в саду. Все это им нравится. Зара, у карии буду рвать. Заплела мне там березка. Лезет и лезет мне от соседей. А там цвели ирисы. Мне так жалко. Хотела вырывать. Вырывала вместе с ирисами. А тут два дня дожди. Не могу. В общем, эту зону хочу привести в порядок. Друзья, аквилегии уже практически доцвели. Вот уже такие единичные. Потом завязывают такие семена. Семена смотрятся тоже вполне декоративно. Но я их убираю уже в большинстве, потому что они так по-богатому сеются и потом заполоняют мне прямо все поголовно. Поэтому уже контролирую. Посмотрите, какой красивый, невероятный прирост. О, лагерстреми. Индийская сирень. Во-первых, цвет. Какой красивый листа. Она и цветет красиво. У нее и лист красивый. И семена она красиво завязывает. Красавица. Здесь уже начинает лихний, скорончатый цвести. Очень интересное сочетание. Получается такой почти белого цвета. Мохнатый лист у него. И такой ярко-ярко, как фуксия цветочек. Тоже сеется потом везде. И создает вот такое вот интересное сочетание. Здесь выгонять бутон начал гибискус Дюк де Брабанд. Вот бутоны. Это очень обильно цветущий сорт. Он прямо много цветов завязывает. Я его подвяжу. Потому что дожди он вот разваливается. Формирую его такой колонной. Подвяжу его к перголе. Потому что здесь за этим гибискусом. Сейчас самый пик цветения. Клематиса тайга. Когда-то, когда он только появлялся. И все пестрило этим сортом клематиса. Я его в себе тоже приобрела. Думаю, понаблюдаю за ним. Сочетание зеленого с фиолетовым, с сиреневым. И он вот сейчас, наверное, на третий год максимально раскрылся уже. Очень интересно. Я его когда сюда сажала, думаю, как будет красиво смотреться. На красной шпалере. Вот дерево красным маслом покрыто. И действительно красиво. И он цветет с двух сторон. Он получается и с той стороны, и с этой стороны. И цветов хватает. Вот и снизу, и сверху. Очень красивый клематис. Он, кстати, третьей группы обрезки. Я когда-то показывала видео, как я сажала этот клематис. И было много всяких комментариев. Хороших и не очень хороших. Меня когда-то давным-давно научила женщина, которая разводила именно клематис. Еще когда мы жили в Ростове-на-Дону. Клематисы очень подвержены заболеванию вилд. Я уже один спасала. И я вам хочу сказать, это нелегкая задача его спасти. В общем, железное ведро без дна. Дно выбивается, вкапывается. И в него делается почва для клематиса. Туда добавляется зола. Потому что, чтобы эти грибки не развивались. И вот он вот так сажается. Любит, чтобы корни были затенены. А цветок вполне, ну как бы, света ему хватает. И теперь вот туда мне проще, понимаете. Я и полила. И какие-то отдельные для клематиса. Вот у меня просто много хвойных. То, что мне надо подкислять, а клематиса нет. Ухаживать за ним так намного проще. Друзья, здесь хорошо прямо пошел клематис Арманди вечно зеленый. Вот тоже красиво смотрятся листья на этой красной перголе. Я его посадила. Хочу, чтобы он мне вверх увил красиво. Здесь в этой зоне еще Элиагнус. Тоже еще один наш южный красавчик. Очень интересно листок сформировал. Цвет уже проявился. Что молодой прирост был прям серенький. У него листья зимой, которые подмерзли, он все сбросил. И сейчас абсолютно хорошо оброс линкоранки. Линкоранки уже вот какие размахались прямо. Это обычная видовая. Под ней там у меня амбрелла подсаженная. И потом покажу сейчас чуть позже вам шоколадную. Друзья, буктриколор в динамике. Смотрите, какой красивый лист. Такой ярко сейчас, такой плотный цвет. И малиновая кайма. У него кайма бывает и поярче. Я не знаю, почему мой дает такую микро кайму. Бывает такое, что прямо в пол листа кайма. И он тогда вообще кажется таким огненным. Ну вот красиво. Асфоделина, кстати, смотрите, вот тут цветет в буке прямо. Очень долго цветет. Она цветет, по-моему, с первых чисел мая. И вот до сих пор. Болотный гибискус. Вот такой уже огромный, высокий куст, мощный. Болотные гибискусы тоже очень любят влажную почву. Любят полив, уход. Здесь тис, давид. Желтый, красивый прирост. Магнолия эша. Вот она на вырастание пошла. Вы знаете, у меня есть еще одна новая магнолия. Вот когда уже какое-то растение любишь, уже понятно, что идет на какие-то замещения в саду. Но невозможно устоять. Я когда первый раз этот сорт увидела, я просто влюбилась. Конечно, они все красивые. Мне кто-то сказал, зачем тебе столько магнолий в саду? Ну магнолия и магнолия. Ну они все разные. Размеры цветка разные. Вот этот сорт называется Голиаф. Вот его название говорит само за себя. Я увидела в первый раз, бутоны на этом сорте были вот такого размера. Я так задумалась, какой же тогда будет цветок. Начала изучать. И там цветок, вот самый один из... Он, наверное, даже крупнее, чем у сорта Голианензис. В общем, цветок будет до 30-35 сантиметров. Огромнейший. Он очень невероятный. И вот мне так повезло. Я раздобыла себе этот сорт. И он достался мне даже с бутоном. Но так как он был в горшочке, там было полное плетение. Я не знаю, как он вообще там бутон заложил. Кстати, Голиаф это тоже с хорошей, очень морозоустойчивостью сорт. И он раннецветущий. Он с 3-го года начинает цвести в своей жизни. Поэтому вот очень удачный. Лист у Голиафа отличается от многих сортов. Видите, он более такой закрученный, волнистый сорт. Красивый лист. Вот пошли молодые приросты. Вот будем смотреть. Я его хочу тоже тут набить, поприщипывать, чтобы он такой плотненький был. Я представляю себе вот эти цветы огромные. Это будет очень красиво. Ну, люблю магнолий, ничего не могу сказать. Ковыль начинает цвести. Уже колосок пошел. Здесь каравахлебка. Малочай рейнбоу. Смотрите, какой букет, да? Красивый. И здесь у меня книфофи. Книфофи в этом году выгнала очень много бутонов. Она очень хорошо зимует в нашем климате. Лист бывает иногда чуть-чуть подмерзает, но потом она моментально восстанавливается. Здесь опять чернушка дамасская. Вот такой пошел синий массив Вероники. Здесь елочка пушек внизу пушится. Вероники везде. Вероника великолепно черенкуется. Отрываешь веточку, подкапываешь. Прекрасно тут же она вырастает. А вот, друзья, моя вот любимейшая ленкоранка. Летний шоколад. Вот она уже окрашенная в свой цвет. Лист еще не вырос в свой хороший размер, но уже как это красиво. Здесь формирую такую зону. У меня вообще такая тенденция такого экзотического сада тропического. Здесь, смотрите, какое получается красивое сочетание. Красная ленкоранка и вот такого насыщенного зеленого цвета калина морщинистолистная. Она очень экзотически смотрится. Лист такой гофрированный, такой жмяканный, прям класс. И, конечно, в эту зону добавляет вот такой обалденной экзотичности банан. Вот он у нас в этом году уже из двух состоит. Выпустил он детки. Такие уже большие. Один полноценный лист, один еще после зимы. Так себе. И вот он гонит. Вот этот будет вообще огромнейший. Ну и, конечно, стабильность вокруг банана. Это я так даже не делала. Не знаю, как так получилось. У меня ромашки. Как мне Оля писала комментарий, что Пушкина навеяла. Банан в ромашках. Ну вот как-то так. Потом начнут цвести. И будет, конечно, такая русская экзотика. Сзади Вигела цветет. Вигела, кстати, неплохо себя чувствует у нас на юге в таком легком притенении. Любит влажность, любит полив хорошо. И когда вот первое палящее солнце, у нее иногда подгорают цветы. Это сорт Red Prince. Очень обильно цветущая. Сейчас она доцветет, и я ее всю обрежу. А в этой же зоне еще хочу вам показать, как развивается майкопская магнолия. Она в этом году начала загущаться. Вот она с ростовой почки сделала разветвление. Сейчас вам даже скажу. Раз, два, три, на четыре веточки. То есть я ее не прищипывала. Она сама так сформировалась. Эта магнолия у меня три зимы видела уже. Она уже вообще великолепно зимует. Просто на ура. Но эта магнолия зацветет, думаю, на седьмой-двенадцатый год. Это не будет раннего цветения. Но она будет хорошо, так стабильно себя вести, скорее всего, в нашем климате. Доцвел лук белый. И здесь приросты у кедра. Это ливанский глаукопендула. Надо будет его подвязывать на опору. Потому что у него такая специфика. Если ему не дать сейчас опору, он может остановиться в росте. И сильно быстро не расти. А даем опору, он начинает вверх прорастать. Симпатичный. И можно поэтому до какого-то возраста догнать его и остановиться. Здесь в этой зоне я вообще в этом году сильно переформировала. Показывала вам в видео. Так как посадила сюда брахею. Брахея армата. Здесь, кстати, под брахеей формировала зону. Смотрите, подсадила сюда хиноцериус. Это бутоны. Зафиксировала камнями, потому что помощница моя младшая. Тут уже шлангом мне этот кактус два раза выдернула. Сюда же посадила калистемон. Смотрите, как он красивый и необычно цветет. Такие тычинки красные. Зона эта будет с укрытием, с подогревом. Поэтому я совместила приятное с полезным. Посадила его в грунт. Он будет закрыт. Будет должен здесь неплохо зимовать. Прекрасно. И вот так интересно. Вот смотрите, бутоны прямо на веточке. Потом дальше раз, опять веточка. И здесь точно так же. Очень красивое растение. Или для катки, или для зон с подогревом. На побережье, конечно, он у нас так зимует. Будем ждать, когда у нас климат еще сильнее потеплеет. И перестанем всех этих экзотов укрывать. Итак, возвращаюсь к этой зоне. Которая у меня когда-то была хвойной комнатой. А теперь продолжение экзотического сада. Здесь прекрасно развивается. Мне очень нравится. Клен гарнет. Вот он какой. Шикарный. Это такой довольно стабильный клен. По моим наблюдениям. Очень хорошо загущается. В прошлом году посадила. Даю вот такие вот веточки. В этом году уже прям такой хорошенький кленик. Здесь подсадила вербейник монетчатый под него. Видите, желтый коврик. Хотела оттенить. Красиво вообще смотрится. Мне прям нравится. Здесь сосна гринтауэр. Вот распускает свечку. И подхожу вам показать османтус. Османтус великолепно. Оброс. Я переживала, потому что были обмерзания верхушечные. Я его сильно не закутывала, так немножко с панбондом. И у него молодые вот эти приростики. Все, в общем, померзли. Я его даже не обрезала. Он просто сам вот так раз выпустил боковые почки. Вот так шикарно оброс. И сейчас очень красиво смотрится такой массивчик. Прямо сочненький. Здесь магнолия листопадная. Это магнолия перенесла пересадку. Рустика рубра сорта. Сорт я ее пересаживала осенью. И она даже молодые приросты погнала. Все хорошо с комом. И, друзья, здесь же, в этой же зоне, еще растет питоспорум. Он еще не зимовал. Зимовал в теплице. И вот он распускает приросты. Вам показываю. Пока не цветет. Не вижу на нем бутонов. Говорят, кстати, очень душистое растение. Очень ароматное. Поэтому, конечно, хотелось бы. Будем наблюдать, как он будет зимовать. Надеюсь, что будет прекрасно. И переносить зиму. Здесь же, в этой зоне, растет у меня панцирус. Панцирус. Ну, что-то вот, душа моя, неспокойно. Думаю, что панцирус надо будет менять сюда что-то другое. Ну, пока вот в этой зоне. Ребята, у нас вчера был такой грозовой дождь. И сейчас заходит туча. И я слышу, что уже вдалеке начинает греметь. Поэтому сейчас совмещу приятное с полезным. И покажу вам, как я ухаживаю. Потому что у меня сильно заросла пергола. И я боюсь, что такие дожди мне ее может просто завалить. И вам покажу. И сама успею сделать. В общем, будем совмещать приятное с полезным. Для ухода за садом, для ухода за перголами. Они высоко. И мне было очень неудобно. Надо было все время какие-то стремянки, стулья городить. Они там втыкаются. В общем, это очень неудобно. Вот мы выбрали себе и заказали сучкорез телескопические. Вот такой вот агрегат. Вот вместе с вами сейчас его посмотрим. Это фирма Плантик. Бывшая фирма Фискарс. Фирма Плантик производится на этих же заводах. И у нее совершенно другая уже линейка. Но качество материала все совершенно то же самое. Ну, меньше слов, больше действий. Так как мы хотим посмотреть, как вообще это дело работает. У него, кстати, телескопические ручки. И выдвигается от 40 до 5 до 70 сантиметров. Друзья, она перерастает. Вот эта глициния. Ой, режет как по маслу. Конечно, даже не ожидала. Такие большие ветки. И большие, и маленькие. Когда такой огромный вес на перголах, это неудобно. Кстати, я им, ребят, не пользовалась. Вот для обзора оставила. И не думала, что так легко он будет срезать. Прямо вообще без усилия. Даже думала, больше придется прикладывать усилий. А он просто как по маслу отрезает. Удобно. И удобно, что высоко достает. Вот, главное попасть. Не видно. Вот. Конечно, такой помощник хороший в саду. Чтобы достать то, что выше головы, выше нас. Чтобы было легко облегчить нашу жизнь. Это к тому, что малоуходного сада, друзья, не бывает. И, конечно, все равно нужно за ним ухаживать. Хочу заметить, довольно легкий, в принципе. Я не тяжело его поднимать. Захват ветки мне понравился. Хорошо ее хватает. Вон какие большие, огромные ветки. Режу, кстати, глицинию я в течение всего лета. Потому что она выгоняет постоянно такие длиннючие-длиннючие плети. И если эти плети нам оставлять, то она через какое-то время и завалит все. Я вам потом на другой покажу, что она даже режет, металл валит. Ребят, мы его когда заказывали, вот искали, мы изучали, конечно, смотрели характеристики. Почему еще на этой модели остановились? Она выполнена из углеродистой стали. У нее есть антикоррозийное покрытие. То есть не будет ржаветь, значит, будет более острым. И алюминиевые ручки, они облегчают вес. Потому что на самом деле тяжеловато работать, когда растение у тебя над головой. Все время руки над головой. Боже, тут заплетено столько веток. Одно отрезаешь, а другие ее просто держат. Конечно, попробую еще выпутать. Отрезает очень быстро, очень легко. О, мы сейчас еще на другой перголе, там на другом объеме посмотрим. Потому что до трех с половиной сантиметров глицинию отрезала. И не могу вытащить ее, держит походу жимолость. Ага, вот вместе с жимолостью все сняли. Потому что вес такой, я боюсь, когда у нас вот эти ураганы начинаются, что оно может просто все вместе со шпалерой, с перголой заломать. У нас один раз была когда-то такая еще более хлипенькая конструкция, которую свалила ветром. Вон, жимолость, конечно, дает какие огромные приросты. Ну, хочу сказать, ребят, в удобстве, в принципе, пятерочка прям мне понравился. Довольно-таки удобно. Но с моим ростом все равно придется, видимо, мужа сегодня еще привлекать. К этой обрезке. Ну, легко, удобно. У меня вообще такая тенденция сада. Вот вы мне часто задаете вопросы. А что вы будете делать там спустя там 10 лет или еще что-то? Что, когда ваш сад весь зарастет? А я ему не даю зарастать, ребят. Ну, не даю я ему зарастать. Вот, ну, контролирую. А как вот в Японии выращивают такие сады? У них же небольшие. И в этих садах тоже растут довольно большие деревья, которые они формируют, застрегают. Блин, классно, конечно. Удобненько мне очень. Лишний этот объем. Весь можно контролировать. Давайте эту тоже веточку уберу. Здесь еще недоваренная конструкция, поэтому потом успею вывести новые ветки. Поэтому, когда я вот с таким вот агрегатом, я смогу, в принципе, благополучнейшим образом, находясь вот так вот где-то на дорожке, формировать, и мне не надо влазить. Вот, например, даже с этим Барбарисом, когда я работаю. То есть, все, что дальше в работе, это такое вот, ну, чисто телескопическое. Раз, все убрал, все, и не надо туда залазить. Все подконтрольно, все постоянно стрижется, убирается. Ну что, сейчас хочу посмотреть, насколько он хорошо возьмет толстые ветки. Так как в характеристиках написано, что до трех... Ой, вообще, как по маслу. Великолепно берет. Вот это вот глициния отогнула железный нам вот этот вот... Как он называется? Ну, в общем, отогнула. Ой, просто по маслу режет. Прекрасно, захват такой хороший. Раз, и все. Ну, муж, конечно, полезет на крышу, вытаскивать вот эти ветки. А захват прекрасный. Женщина прекрасно справится с таким этим объемом. В принципе, очень легко вон он режется и режется. Потому что эта подруга залезла на крышу. Вот с этой стороны прекрасно видно, как она тут все обросла. Вот какие ветки огромные. Также сразу ее и подтянем сюда. Вот это все прирост одного сезончика. У нас как саду обычно происходит. Все время приходится, пока всем некогда, это все приводить в порядок. Поэтому я ценю, конечно, те гаджеты, которые мне позволяют что-то сделать самостоятельно. Вот смотрите, какой прирост одного сезона, да? Вот как ее не резать, спрашивается? Как за садом не ухаживать? Конечно, если ее не трогать, через год тут будет просто кошмар. Так, сейчас попробуем вот этот вот еще срезать. Так, тут сучков столько зацепиться бы туда. Ага, захват, кстати, прям вообще маслица. Сейчас основные срезать, вытащить, а потом вот эти вот тоже все подрежу, потому что мы ее тут красиво так заплетаем. Вот эта доченька плела у меня. Вот сейчас еще вот эту толстую, мне не нравится, я ее лень была пилить. Сейчас мы ее тоже так, хоп, все классно режут. Вот, ой, ребята, вообще смотрите какой. Какая толстая ветка, я даже вообще не то что не вздрогнула. Я еще думаю, смогу ли я сама это все обрезать. Ой, конечно, у меня глициния вот это затеняет, у меня же в этой зоне растет магнолий, клен. И мне такой сильный этот не нужен, тут тень. Это я уже молчу про то, что он ломает нам крышу. Но тут уже боюсь, одна боюсь, что она сейчас свалится, и мне сломает тут что-нибудь. Все-таки позову сейчас своих на помощь. Ну, сучка резом я довольна, довольно хорошо справляется со своими задачами. Да, как это говорят, можно смотреть вечно, да, как горит огонь, и кто-нибудь работает, увлекает. Вот так вот с сада мы возимся. Такая возня-возня постоянная. Я к тому, что, когда я вам показываю, вы уже видите, все чистенькое, обработанное. А так, конечно, постоянная какая-то работа. Я уже иной раз ловлю себя на мысли, что сама отдыхаю в своем саду, только когда видео монтирую. Когда монтируем, а весь световой день – это какая-то работа. Да, даже с чашкой кофе выйдешь попить кофе, пока кофе пьешь, то траву где-то увидел, выщипнул, то горшок где-то пересохший полил. Вот так и получается. Ну, короче, ребята, рекомендую. Удобная, длина хорошая, выдвигается вполне, в принципе, классно. В общем, я рекомендую, мне понравился. Если кто-то себе сейчас подбирает, я оставлю ссылку, где я заказывала. Там на него скидка стоит на сайте. В общем, классно, удобно, быстро. Будем двигаться к малоуходному саду. Погода, конечно, стоит жара. Как обычно, вот похоже на перед вот такими ливнями. Всегда такая жуткая-жуткая погода. Тут, конечно, еще надо будет ювелирненько поработать. Но хочется вам и сад показать еще. Кое-какие моменты красивые. Поэтому основное срезала, чтобы вес чуть-чуть снять с нее. Если резко ливанет, мне уже будет не так, в принципе, страшно. А потом еще ювелирно доработаю. Потому что, конечно, очень тяжелое. Не запускайте, если выводите какие-то такие формы на шпалеры. Обязательно контролируйте. Ребята, режьте нещадно. Иначе вес невероятный. Да и цветение такое. Так себе. А так она будет выгонять. Вот эта глициния цветет у меня. И летом у нее есть ремонтантное цветение. Так, сейчас мы соединим его. Да, что такое. Оп. Приспосабливаемся. Положим нашего помощника. И пойдем с вами дальше посмотрим, что там у меня еще в саду происходит. Друзья, хочу, конечно, вам еще показать, как цветет у меня каликант. Сейчас, секунду. Мать разогналась, не остановить называется. Наверное, вот эту веточку я тоже сейчас чекану. Потому что она мне уже растет не в ту степь совершенно. О, какая красотенькая. Быстренько. Удобненько. Красивенько. Друзья, если сильно большие срезы, можно обработать. Например, лак-бальзамом или жидкой корой. Так, сейчас сюда положу. Потом уже вынесу. Ну да, да. Вот так получается ухоженный сад. Я, в принципе, эту линкаранку и хочу тут большим зонтом формировать. Нижние ветки я убираю, чтобы могли тут у меня ярусно расти другие растения. А она сверху это все накрывала и прятала нас от палящего южного солнца. Друзья, ну а теперь возвращаемся к нашему каликанту. Вы знаете, вот я вчера ходила и думала по саду. Вот, наверное, из вот самых крутых приобретений этой весны, вот от чего у меня там душа до сих пор дрожит, это все-таки вот этот каликант Хартлэтшвайн. Ну, во-первых, конечно, этот вкус победы, когда ты несколько лет растений ищешь и его все-таки добываешь, это вообще кайф. И не могу налюбоваться. Лист крупный, он раскрывает себя все лучше и лучше вот с момента посадки. Цветок изначально, когда посадила, только он, видно, у меня в тени перестаивал. В какой-то момент акклиматизации прошел и цветок стал держаться около трех дней. То есть намного дольше, намного красивее. Вот эти семенные коробочки я сламываю, чтобы боковые почки ветвления стимулировать. Вот он отцветает, и я его отламываю. Душистый, конечно, очень. И продолжает, и продолжает выгонять, цвести. Цвет такой прямо супер. В общем, красота. Ну, переделки же не кончаются, это же процесс. Моя альточка красивая, вот у нее уже разветвление пошло прямо на три уже веточки. Мне кажется, она в грунте даже подросла. Я, кстати, друзья, когда сажаю магнолию грандифлора, я вам сейчас расскажу. Я беру обязательно верховой, ну, кислый торф или земля для азали, потому что она даже уже там с перлитом и какими-то удобрениями. Беру биогумус, это земля такая, продукт переваривания дождевых червей. Если у вас есть свой хороший компост, можно его. У меня были все-таки опилки, я их зарыхлила в землю сосновые. И, ну, вот прямо полную сменю, осмокота уже ближе к корням. И вот в такую вот черноземом перемешанную землю я сажаю магнолии. Ну, друзья, я же посадила альта уже начала тут вот ходить, мне вот это все тут чесалось, внутри не давала мне покоя. Я пересадила кипарисовик, пока у нас обещают неделю дождей. Ну, так как я его весной уже пересаживала, его просто вот этим комом опять вытащила, достала и перенесла, чтобы дать альте, в принципе, побольше места. Скорее всего, осенью эти два кипарисовика вообще уйдут в другую зону. Здесь уже придумала чуть-чуть другое. В общем, зона такая строительная, еще не доделанная. Но процесс идет. Друзья, здесь у меня сосенки на штамбах стоят, вот перевалила в горшочке. Здесь осока, смотрите, какие красивые у нее уже семена, кисточки. И расцветает роза. Розу сорт я не знаю, я ее купила цветущую, у нас продавали с голым корнем, но с цветами. Осенью мне понравилось, что она такая оранжевая. Хоть я к розам и равнодушна, но два куста я взяла, всегда говорю, они у меня сидят. Ирисы доцветают, и вот еще одна жимолость оранжевая. В этом году, в принципе, и дождь пережила, и не облетела полностью. Единственное, что эту жимолость так тля любят, муравьи постоянно эту тлю разносят. Надо ее часто прыскать. Инжир продолжает формироваться. Вот видите уже, какие хорошие инжирины висят у нас. Прямо хороший будет в этом году, я думаю, урожай. И хочу вам показать, как у меня в этом году стрельнула форгезия. Просто вообще молодец такая. Она года три росла, по чуть-чуть нарастала, укоренялась, видимо, набирала объем. И в этом году просто как дала, красивая, прямо люблю я ее, очень. Здесь растет у нас болотный гибискус, который цветет красными, огромными цветами. Вот я вам сейчас покажу вообще, что я с ним делаю. Здесь было очень много побегов, просто миллионы. Вот такие побеги, внутренние вот эти, я выламываю, потому что он тогда себя не будет держать. В общем, мне нужно, чтобы он сформировал вот свои вот какие-то большую часть, выламывая, а эти тогда они будут более мощными, более такими сильными, и они не будут так разваливаться. Иначе для этого гибискуса надо будет ставить какую-то серьезную, железную, такую мощную опору. Наконец-таки начинает вот оживать мой берег. Кстати, смотрите, это корнус флорида рубра. Вот он уже, как хорошо, листик такой круглый. Он не цвел еще ни разу, но он должен до какого-то размера дойти, потом будет свистеть, это будет очень красиво. Ну и вот в берегу у меня, конечно же, очень я люблю, здесь у меня таксодиум, каскад фоллс, плакучий, видите, какой красивый, вот так выгоняет новые ветви. Будет такой красивый сток, высокий. Вот такие формы можно приподнимать, когда они на низком штамме, путем приподнимания веток. Вот, то есть, нужно зафиксировать, допустим, сделать здесь опору и зафиксировать несколько веток, особенно те, которые имеют вот такую вот тенденцию к верхнему росту. Вот так вот ее зафиксировать, и она со временем утолстится и будет еще выше. Так со временем можно приподнимать вот эту всю плакучую форму и делать этот штамп повыше, как бы вот такой вот холмик будет красивый. Здесь не вяников много, и вот смотрите, как аптекарская, это обычная лекарственная ромашка. Вот так цветет, у меня рука не поднимается, вырвать ее из дорожки, но думаю, пусть цветет и радуется. Расцветает скобиоза, мне нравится ее цвет, красивый, многолетник. И здесь растет лилейник, я посадила вот несколько лет назад лилейник, который обычный, простой, он очень обильно цветущий, и он очень долго цветет. И вот он в этом году хорошо набился. Здесь пенисетум, мискантус, такие злаки. Посадила фатинию и пересадила сюда тую, которую выкопала и на ее место и посадила магнолию голиаф. Теперь нужно вбить хорошую опору, потому что корневая резаная. Вот посмотрим, как она будет выживать. Здесь у меня еще пересаженный можжевельник, спринг-банк, который тоже то повянет, то отойдет. Ну, ничего, держится. Я его выхаживаю. Пузыреплодник диабола и кориаптерис. Кориаптерис вообще красавчик. Яркий-яркий, будет потом цвести. Желто-синим уже красивое сочетание в цветении. В этом году у нас будет цвести сумах. Вот он. Вот они, метелочки его. Я его обрезала на днях недавно, чтобы подчеркнуть вот этот чудной вид. У него стволы красивые, закручивающиеся. Обратите внимание на то, что они лысые, поэтому то, что лишнее, вот то, что внутрь, можно убирать. Вот я отсюда срезала веточку. В общем, чтобы он смотрелся более так закрученно. Да и плюс проход. Скорее всего, вот эту веточку я тоже, наверное, уберу со временем. Все вот так в саду идет с жесткой формировкой. Друзья, вот сюда я посадила красивую сосну. Это сосна на штамбе. Сосна черная, сорт лисиска. Не смогла удержаться и себе тоже одну посадила. Потому что вот в этой зоне у нас здесь холоднее. Я свой сад делю на две. У меня более тропическая такая закрытая от ветра, а здесь берег, а отсюда еще холоднее. Поэтому здесь я не могу разгуляться в таких прямо экзотах, как мне нравится. Потому что стрессовать они будут от ветра. А сосна будет прекрасно себе расти. И такой красивый грибочек, покрытый шишечками. Сзади тем более растет кипарисовик колумнарис голубой. И вот этот можжевельник, таморисцефолия казацкий. Немножечко передвину, он тут будет мне мульчировать землю. А вот смотрите, как агрессант такой степной. Но с одной стороны красиво очень. Вот полынька пошла. И пахнет. Овсеницы степные. Но я уже вот это все вокруг выпалываю. Вот здесь немножечко оставила. Уже режу, стригу. Цвет очень красивый. Зарастает быстро. То есть, если есть какая-то часть сада, где можно пустить вот такая калмыцкая полынька с калмыцких степей, и смотрится она вот действительно очень декоративно, очень красиво. Знаете, когда вот допустим, пырей какой-то забивает, это страшно. Вот его режешь, косишь, и то я знаю, что и газоны из него даже делают, потому что он и склоны держит, и все. А здесь, ну, прям декоративно. Можно стричь, резать, и вот красивый голубой такой лужок. Ребята, здесь, в этой же зоне, я вам всегда берег так скромно показываю, потому что не доформировала его, и мне все хочется, еще тут много задумок. Но всегда показываю вам мета-секвою. это голд-раз. Она еще не подгорела. Я надеюсь, в этом году так сильно не подгорит. Голд-раз горит, немножко горит, но она растет, прет и подгорает. Вот как бы такая тенденция, поэтому ей потом там у меня таксодиум поднимется, болотный кипарис, здесь сумах, здесь сосна ее призакроет, крымская, и все равно она будет более защищена. В этой же зоне у меня растет частиц византийский, сейчас вы его можете увидеть в цветении, смотрите, какие мохнатые лепестки, они настолько прямо приятные даже на ощупь, я люблю серебряного цвета растения, это красиво, это нежно, вот он еще цветет, такой фиолетовый цветок у него. Ребята, здесь вот если на эту зону посмотреть немножечко издалека, вот можно обратить внимание, я пыталась тут колористически немножечко это все переигрывать, здесь гибискус кислый, он визуально нам полностью заменяет японский клен, вот лист очень похож, цвет не горит на солнце, растет, минус не зимует, но цена позволяет его сажать как однолетник, красный куст будет здесь, цветущий будет болотный гибискус, я пересажу уже не помню, по-моему, белый, или белый, или розовый, не вяник, здесь белым цветом отливает бело-голубым частиц, византийский, голубой можжевельник, это у нас блючит, по-моему, и сзади вербейник, видите, какой бордовый оттенок, и он беспроблемно растет, здесь вода близко, он не жалуется, разросся, и он подчеркивает вот эти желтые оттенки, и получается правда красивая группа такая, конечно, кто-нибудь обязательно пишет некрасивая, но мне красивая, в моем саду мне красивая, так что, ну, извините, друзья, и здесь же растут две айвы, хиномелис, это скарлетт шторм, невероятная сорта серия, вот, кто себе ищет красивую японскую айву, обязательно присмотритесь к этой серии скарлетт шторм, серия шторм, цветок как камелия, настолько крупный, красивый, и серия без колючек, а здесь растет хиномелис оранжевый, вот он настолько колючий, через него проходишь, если ногой зацепился, обязательно до крови, вот так, ой, а тут я увидела, у меня здесь росла в прошлом году сазово регатное, которую мне подарили, и я ее перенесла значит в другое место, и корешочек видимо остался, бамбук такой, видите, и она уже вылезла из сентябрина, вот как классно, иногда делаешь обзоры, хоп, сюрприз, я знаю, что ты такая агрессирующая подруга, ну вот, а я тут значит пересадила ее вот сюда, здесь она у меня сидит, вот эта вот чахлая такая, я ее тут поливаю, разговариваю с ней, чтобы она тут быстрее пошла, а она вон где пошла, вот бывает видите и так, сейчас покажу вам, ребята, вот мою ту же изюминку, как говорит, начались, изюмочку, которую я так хотела, я тут теперь наслаждаюсь сиею, и наблюдаю за каждой вообще ее тут отрастанием, это таксодиум, восходящий сорт нутенс, у него видите, какая хвоя интересная, у него потом, как формируется веточка, у него вся хвоя растет наверх, то есть, когда это взрослая ветка, вот так, и вот так как ирокез такой, вся хвоя будет вот так подниматься, это смотрится просто на большом растении настолько обалденски, вот для сравнения, каскад фолстоксодиум, у него хвоя вообще другая, такие как листики, 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 а у этого просто как палочки такие, очень, оно классное, почему растет, ну, сад маленький, конечно, разгуляться мне, к сожалению, негде, как бы мне хотелось, но, это очень высокое большое дерево, таксодиум нутенс, поэтому сумах, вот этот тигриный глаз, оно не такое высокое, я его могу еще и сдерживать на какой-то высоте, нутенс будет здесь высокий, инжир тоже у нас высоким не отрастает, то есть вот такая зона, и над всей этой группой будет красивый вот этот обалденный таксодиум, он будет сочетаться с вот этим таксодиумом каскад фолс, как будет такое перетекание вот из одного таксодиума в другое, ну ждем теперь, таксодиумы вообще быстро растут, говорят, когда они уже хорошо укореняются, еще и у нас берег реки, что они могут до метра в год стрелять, ну подождем, если до метра в год, то я думаю через несколько лет здесь будет уже красивое огромное дерево, таксодиумы тоже моя такая слабость, я уже часто рассказываю, берег реки подмокает частенько, поэтому подбираю уже растения, которые все это терпят и любят даже, сейчас вам показываю, как развивается таксодиум двурядный, очень тоже интересное, большое будет, высокое дерево, это я заказывала субтхоза, такой пришел у меня, черенок, который полгода вообще стоял никак, я его уже хотела выкидывать и вспомнила, что у меня там в этом горшочке хвойный грунт был, ну как всегда в саду что-то там сажала, пересаживала, думаю, пойду этот грунт заберу, а палку это выкину, и когда я его начала забирать, тут вот палка сухая, а отсюда пошла ветка, надо эту палку теперь вот так подотрезать, и он вот пошел уже, получается, ему второй год, он начал давать боковое вот ветвление, хорошо перезимовал, разветвляется, таксодиумы собирают воду, они когда растут и у них близко вода, у них поднимаются красиво корни, это так как в сказке смотрятся, такие вот коряги красивые, и становится ствол как бутылка, кстати, на нашем таксодиуме каскад фолл ствол уже начал к земле утолщаться, это уже хорошо просматривается, поэтому я думаю, у меня будут тут очень интересные такие деревья, ой, ребята, рву, рву, эту траву днем и ночью, вот снимаю, то там, то тут вижу, конечно, тяжело держать сад в порядке, когда семена со всех сторон летят, и трава эта всходит по 20 всходов, я говорю, что-нибудь начинаешь сажать, сажаешь, возишься, возишься, оно там то засохло, то не пошло, трава идет, в 40 градусов жары она всходит, ну вот, что делать, а здесь у меня, кстати, очень красиво, хаутюния вышла, хаутюния красивый агрессор такой, она любит вообще на берегу реки все туда, хочу перенести, посадила, чтобы тут ее не вытаптывали, и смотрю, что она у меня стрельнула, стрельнула вот уже где, но у меня в этой зоне пусть стреляет вообще как хочет, мне это только нравится, сейчас хочу вам показать, как выглядит сейчас лорапиталум, а здесь в контейнере у меня растет березка с сорняками, это березка трос-дворф, ой, тут даже посеялась маленькая микро-анютина глазка, я говорю, вот такой вот мир сада, да, ну хоть спасибо, слава богу, знаете, что сеются цветы, такие выходят и сеются, красивая, видите, у нее какой резной листик, она прямо такой, какой-то аналог японского клена, я хотела именно растение для контейнера, чтобы у меня росло, как дерево в контейнере и рассмотрела этот сорт, но она летом подгорала, я ее уже переставила в такую тенистую зону и ничего, она в принципе пошла, друзья, идем, значит, мы сейчас к лорапиталуму и я иду и вторым рядом вспоминаю, что а это я не показала, а это я не показала, а это же тоже интересно, но здесь, конечно, самый обычный пион цветет, но он пахнет, это запах детства, запах вот каникул, потому что с букетами пионов мы всегда шли на линейку и здесь, в этой зоне мы вам, значит, ковыль показали, а то, что у нас олеандр зацветает, мы забыли, ну вот такая красота, олеандр не зимует у нас, ребят, просто так, без нашей заботы он вымерзнет, это миф, что мы посадили олеандр, он у нас тут зимует и цветет, я наблюдала и в Краснодаре, и в городском, и даже не зимует он, его надо закрывать, у меня зимует в теплице, в этом году высадила в грунт, я буду его закутывать, и скорее всего, с кабелем, с тепловым, чтобы он не вымерз, умерз, в общем, если его так бросить, нет, теплица, только теплица, ну а теперь пойдемте к нашему лоропиталуму, а вот как выглядит наш лоропиталум, который очень обильно цвел, вот видите, сколько отцвевших вот этих точечек, это были букетики, цветочки были, он продолжает активно нарастать, вот они пошли, веточки, видите, видно цвет старых листиков, скорее всего, будет еще листопад, вот они старые, меняют цвет, но в целом, выглядит очень, даже очень, ребята, посмотрите на нашу ферруджину, магнолия ферруджина, который всего-то два года, у нас как она растет, можно сказать, чуть ли не по девятке, с малюсенького горшочка, по-моему, 11 сантиметров был, вот так усенький, как я альту сейчас вам показывала, вот за два года, вот так выросла ферруджина, в прошлом году я и нечаянно отламывала обгоревший листик и сломала ростовую верховую почку, она вот такой куст дала моментально, и каждая ветка сейчас на 4-5 веток разделилась, я просто в восторге, листья такие красивые, посмотрите на асфоделину, мы вам показывали в той части сада, асфоделину, которая сначала мая цветет, здесь стрелки, вот я сейчас специально подойду к ней, вот такого вот размера стрелки асфоделины, и она цветет, и цветет, и цветет, и еще столько нераскрытых, настолько экзотично смотрится, вот обычное растение, которое растет у нас в горах, везде, в Новороссийске, там ее просто, в Геленджике, в горах ее просто тьма, тьмущая, а в саду как интересно смотрится, и здесь фатиния Луиза, смотрите как у нее сейчас, вот со временем окрашивается лист, становится не фуксивый, такой ярко-розовый просто, и варегатность становится видна, и здесь же внизу, вот такая юпочка, из бересклета Форчина Эмеральд Энд Голд, друзья, очень красивый бересклет, можно опускать как почвопокровник, можно его на стенку заводить, на арку, на шпалеру, обалденный бересклет, настолько, мне кажется, вот он из бересклетов Форчина, самый яркий, очень достойно смотрится, буду сейчас по саду кое-где добавлять, вот делать такие акценты, именно вечно зеленые, чтобы были такие переходы, друзья, я вам напоминаю, что есть ссылка на группу по излишкам растений, вступайте в группу ватсапе, добавляйтесь, бывают интересные всякие изюминки, всех жду, ссылку, где покупали, заказывали, кусторез тоже прикрепим обязательно, в описании, пошла убирать свои обрезки, дорезать свои, очищать свои арочки садовые, поэтому всем любви, добра, мира, цветущих садов, и до встречи в саду, друзья!